всех приветствую мои родные любимые сердце вам дорогие христолюбчики и братья и сестры во христе и все люди на земле всем желаю всего самого доброго светлого радостного мирного во все сферы вашей жизни в работу учебу естественно мира добра любви в семье в дома ваши друзьям вашим чтобы с друзьями все было хорошо куда мы без друзей настоящие да естественно это все не будет у вас в жизни если этого не будет у вас в сердце в душе в умах просветления в сердце доброты в телах здоровья тоже очень важно всего вам желаю самого лучшего у нас с вами сегодня очередной ролик я уже даже не читал какой по счету посвящен он такой теме как йога во христе поводом к записи этого цикла моих проповедей монологов лекций как хотите о моем моем христианском взгляде на йогу но назвал я на значке видео как вы видите йога во христе или йога глазами христианина началось все с вопросы елены с комментария вопросов комментариях по моему в одноклассниках где лена меня спросила как я отношусь к практике йоги и по моему мнению могут ли христиане заниматься восточным искусством и на протяжении всех этих видео мы отвечаем на эти вопросы елены у меня патриарх на подпевках так что как как это бывает периодически да мы с вами по википедии посмотрели что йога у нас ну само определение йоги я надеюсь вы тоже помните это обуздание волнений присущих уму или что такое или управление умом до обуздание изменчивости ума и мы с вами посмотрели что есть так достаточно известный многим это восьмиступенчатый вести ступенчатый путь йоги да как есть восьмиричный путь буддизма и мы с вами вот здесь они все по списку я вам собрал такой вот excel файлик что было наглядно видно что это ступени да мы с вами прошли первую ступень яму в ней было по разным тоже вариантом путь из пяти шагов из десяти шагов потом из с вами взошли на вторую ступень не яму здесь тоже был у нас с вами как бы два пути два варианта из пяти шагов из десяти шагов и как я вам говорил в принципе три четвертых можно сказать того цикла который я планирую записать мы с вами уже прошли это три четверти этом пути несмотря на то что казалось бы сегодня вторая ступень сегодня третья ступень закончили мы с вами 2 сегодня третья ступень это ступень или степень асана называется я и помечаю тоже зелененьким сегодня мои с вами пройдем и как вы видите у нас больше не будет никаких шагов у нас просто будет единичной ступеньки потом в принципе предстоит нам еще совсем немного видео и мы с вами достигнем самого верха о по википедии мы с вами в принципе будем читать лишь определение сегодняшнего видео мы будем с вами в принципе пользоваться в основном тем сайтом который послал мне господь традиция надхов но википедию мы посматривать будем все равно тоже вот для сравнения что просто видеть если будут какие-то расхождения мнений до разномыслия чтобы это с вами видели и вот в частности сегодня мы с вами читаем что же такое асана асана но если мы наведем курсор и мы увидим что всплывет подсказка согласно йога с утром по танжали это положение тела которое удобно и устойчиво ну и определение которое прям в статье написано асана это объединение ума и тела посредством физической деятельности увидите ну естественно подсказка сплывающей идет на определенную страницу сайта со статьей есть определение в этой статье но мы с вами переходим и с сегодняшнего дня как я сказал я хотел бы вам даже более подробно показать этот сайт традиция надха в принципе здесь тоже все есть у сайт понятно устроен любой по классике она с традициям парампара статьи контакты форум и вот я знать сегодня решил чуть его поглубже поисследовать то есть когда ты заходишь в традиции как раз самое первое есть там так скажем общая страничка и потом вы можете зайти на первую традицию так назовем еда и она все полностью совпадает с википедии то что мы с вами сегодня так скажем и изучаем это йога садханна надхов и вот как вы здесь видите может все это перечитывать не будем но именно здесь и то же самое показано описан этот путь то есть мы с вами помните то есть первой ступени ям 10 10 ям до первые первой ступени 10 шагов их назвал ям потом 10 не ям до мы с вами вот их прошли сегодня у нас такой немножко промежуточный ролик подводим итоги дату здесь не я мы с вами тоже прошли ну мы даже больше прошли до мы посмотрели по разным традициям то в 5 шагов в 10 шагов то есть даже хорошо что мы пошли не поэтому сайту все в свое время господь открывает алчущим и жаждущим и как вы видите все у вас на экране то есть мы с вами дальше то же самое на сайте вот эта традиция надхов то же самое вот эти все уже ступеньки без всяких так скажем шагов подразделения то есть асанна пранаяма братьяхара тхарана тхьяна и заканчивается все конечно же восьмой ступенькой это самадхи вот поэтому мы с вами пойдем поэтому в принципе впереди нам предстоит у 6 наверное видео включая сегодняшний счет то есть две ступени мы с вами прошли и нам предстоит еще вот эти вот шесть ступеней степеней как видите никаких особо деле нет ну я сделаю не знаю насколько большой подведу и дух пас итог сделаю свои выводы поделюсь с вами послесловие будет называться видео ну или и и послесловие и йога или христианство да вот так мы закончим такой я сделаю в конце вывод мы сравним посмотрим проанализируем все услышанное все прочитанное все переслушанное что от меня слышали ну и сегодня у нас с вами идет асанна так что же такое асанна читаем все сейчас на традиции надхов ну в принципе на википедию я как вам сказал на посмотреть все равно будем как раз для сравнения чтобы более полно с картина складывалась если вдруг какие-то есть отличия асанна это устойчивое положение тела в котором йоги йоги может контролировать могут тут ошибка могут контролировать прану ум и чувство прана энергия энергию и ум и чувство асан существует великое множество но все они ведут качественному освоению сит хасаны под масаны и других положений в которых можно с легкостью совершать тхьяну тхьяну это мы с вами потом дойдем как видите седьмая будет ступень то есть это восприятие существует множество видов тхьяны которые описаны в текстах надхов то есть это ну достигнуть какого-то определенного восприятия мира да опять какими-то вот этими чувствами трансцендентными какими-то запределениями вот в общем-то асанна ну это общая статья мы с вами тоже к ней теперь будем прибегать как к оглавлению как такому скелетику а уже переходим непосредственно словарь и еще раз смотрим более подробно что же такое асанна асанна это устойчивое положение тела в котором йоги йоги могут контролировать прану то есть чувство энергию ум и чувство асан существует великое множество но все они ведут к качественно освоение сит ханы под масаны других положений в которых можно с легкостью совершать тхьяну ну то есть тут повторение идет то что там как оглавление кратенько рассказано термин сухам который используют махариши патанджали применительно к понятию асана означает кха пространство су благое то есть благое пространство да это такое сочетание положения тела энергии и сознания которые автоматически приводят состоянию тхьяны про на ямы и тому подобное поэтому желательно отличать понятие асана который подразумевается священных текстах и тренировочные упражнения которые носят часто лишь оздоровительный эффект асана отображает происхождению от отображает происхождению вселенной основ основные ее элементы то есть я там планеты я дерево я камень до их разновидности их сочетания эти позиции что-то как бы имитирует мироздание считается что сколько живых существ только и асан существует и шива знает их все так как они ими являются другое значение слова сана подстилка на которой сидит практикующий также может означать место в котором выполняется садхана подробнее смотрите асана место давайте подробнее посмотрим по словарю на традиции надхов асана место здесь читаем это подстилка из натурального материала которая сохраняет энергию ну как подстилка могут сохранять энергию я не знаю накопленную в процессе практики не дает ей рассеивается и уходить в землю ну вы слышите что я вообще читаю то есть йог верит что постилка которая под ним сохраняет энергию накоплены в процессе практики не дает ей рассеивается и уходить в землю. Асанна может быть сделана из шерсти, хлопка, травы, куша, а также шкуры животного. Такие асаны используются только высоко реализованные йоги из шкуры животного, заметьте. Таласвины. Для различных видов асан существуют свои асаны мантры. Приведем здесь общий вариант. Ну, читать мы это не будем, тут язык сломаешь, да? Ну вот мы с вами почитали. Ну, а теперь я в свободе слова просто поделюсь своими мыслями и своим опытом. Давайте начнем с грубятины, да? С внешних вещей. Вот вам живой пример. Что такое асанна? Это коврик подо мной. И вроде бы такие высокодуховные йоги, вот заметьте, да, вроде так много будет говорить о духовном, о трансцендентном, запредельном, о чем-то высокопарном, о чем-то неизведанном, о каких-то вибрациях и фибрах вселенной, которые я начинаю в процессе практики йоги, все йоги, практики йоги вообще, как жизни, как образ жизни, я начинаю достигать, да, пранаям, нирван, мокш и прочего-прочего вещей, да. И казалось бы, этот йог реально верит в то, что тряпочка из шерсти... Я сейчас не смеюсь, я на полном серьезе, да. Я не пытаюсь высмеять того, чего мы с вами не прочитали. То есть мы с вами читаем это вот тоже, пожалуйста, реально на сайте того человека, той культуры, той школы определенного мировоззрения йогического, который это проповедует. И вот в их словаре это написано, что йог реально верит, что тряпочка, которая под ним, она реально сохраняет ту его энергию, которая им была накоплена в ходе практики. Ну, знаете, мне, как человеку свободному во Христе, конечно, это все чуждо, свободному от культов, от всех вот этих рабств материи. То есть мы с вами читали уже и еще будем читать о том, что йог должен освободить свой ум якобы от всего там внешнего, от всего материального. Помните, что я сам говорил, что вообще-то это не очень хорошо, но одно дело освобождать, они освобождают это как от чего-то ненужного, как чуть ли не от какой-то грязи или просто постороннего, да, и тут же, получается, в голове у йоги пожизненно будет присутствовать мысль пребывать в его уме, что тряпочка, на которой он сидит, сохраняет его накопленную практикой энергию. Ну, как вы думаете, далеко такой йог уйдет? Если честно, я считаю, что нет. Вообще вот это рабство тряпочкам, вещам, там, не знаю, даже, даже как христианин скажу, там, распятием, крестиком, да, всему внешнему, действительно, какое-то поклонение, какое-то, как они говорят, почитание даже. Ну, как человек, высшее существо, зачем ему почитать вот это низшее все, так скажем, да? Да, это все Бог, Бог всячески во всем. Но ты же понимаешь, что даже тобой сотворенная вещь какая-то, дом там даже построенный, ну, не ты же его раб, а он тебе служит. Вот, все это для нас, для людей, чтобы мы радовались этому. Вот. Я уж молчу, потому, почему вегетарианец Йоха, кто знает, действительно, настоящее веганское движение, которое я, которым я себе причисляю, которое уважаю всех, кто является веганом, именно из вот этих вот убеждений, что нельзя убивать животных и пожирать их трупы, что нельзя их эксплуатировать, нельзя их убивать ради одежды, ради шкуры, ради меха, и проводить на них опыты ради экспериментов, якобы благих медицины, которые потом столько добра сделают людям, да, то почему-то я добро должен получить посредством чьих-то слез, страданий и даже смерти. И вот у меня удивительно, как Йох, который якобы, как они вроде бы, ну, Йоги, мы уже с вами этого касались, вы помните, там и не было речи о веганстве. Йох, он прежде всего вегетарианец, да, то есть он не убивает якобы, да. Но, опять же, получается, он при вегетарианстве и не убивании животного ради пожирания его мертвой плоти, при этом он, пожалуйста, может сидеть на его шкуре, и вряд ли она была снята с падали, как это называют, да, то есть животное, которое умерло своей смертью, да, уже, можно сказать, умерло от старости, ну, или пусть от какой-то случайной смерти, да, и вот с него там сняли эту шкуру, вряд ли. Да более того, даже если это так, если ты себя не хочешь ассоциировать, особенно Йох, там, со смертью, ну, как ты будешь сидеть на шкуре убитого животного, да. Вот это у меня опять в голове не устроит. То есть все, что мы с вами сегодня прочитали про Асанну, как про тряпочку, тряпочку, причем не то, что действительно безобидную, еще и из-за шкуры убитого животного, потому что по-другому вряд ли бы, вряд ли эти будут Асаны где-то продаваться, кем-то делаться, все это снимают с живых, так скажем, животных, да, с живых душ, или убивай их потом, снимай, или с живых, есть разные технологии, да, снятия шерсти, вот этой кожи, неважно, шерстяная она или гладкая там. Вот вам, пожалуйста, вот вам йога. Отвечаю на вопрос Елены. Что такое йога, мы разобрались, вот одна из йог, да, что у меня должна быть Асана, тряпочка, желательно, как у великого просвещенного, причем, оказывается, из кожи. Я бы сказал, что все наоборот. У малопросвещенного, еще не дошедшего до этого, не допершего до этого, что, да, животных надо любить во всех, и Божьи творения, во всех проявлениях, да, и не убивать его ради тряпочки себе под это. Если я не прав, и когда-нибудь меня услышит какой-нибудь йог, и я в чем-то заблуждаюсь, пусть поправит меня в комментариях, пусть вызовет меня на диалог по скайпу, пожалуйста, объяснит мне, расскажет, что я неправильно понимаю. Откуда берется эта кожаная тряпочка, которая находится под ним во время духовной Асаны, да, так сейчас, к которой мы перейдем, да, откуда она взялась у него, и каким образом она сохраняет его энергию. Вот, и почему именно у великопросвещенных тряпочка действительно не самая простая, как раз из кожи убитого животного. Вот, как я могу относиться к такой йоге, конечно же, резко отрицательно. Можно ли христианам практиковать такое? Ни в коем случае. Христиане – это те люди, которые являются учениками Господа и Бога нашего, Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и давших себе образец святой жизни, восхождения в небесное царство. Иисус никакие, вообще не парился, ни по каким тряпочкам, да, ни по каким Асанам. Сейчас, вернее, прежде чем к духовным Асанам перейдем, переходим плавно уже помимо вообще внешних материальных вещей, переходим к телу, да, к позам и так далее. Ну, да, как раз переходим, плавно говоря об Иисусе. Иисус никаких тряпочек не загонялся, да. Мы этого не видим вообще в Евангелии. Не важно, сейчас вы скажете, но Иисус-то не йог. Иисус – Бог, абсолютная истина. И Он бы показал абсолютно совершенный пример. И вот именно я, как христианин, конечно, сейчас уже говорю. Помимо того, что у меня все это внутри не лежит, я же вам рассказывал свой путь, буду тогда его все время напоминать, что я именно выбирал после призыва Господня к покаянию, личностного, трансцендентного, запредельного такого, да, личностного призыва Господа к святой жизни, к покаянию и возрастанию святой жизни, Бог оставил меня в свободе избрать истину и видимым образом. И я все это изучал. И мне это тогда все противно было, да. У меня все противно в этом псевдохристианстве, что вот это вот, где культивируют и фетишируют по каким-то внешним материальным вещам. Именно фетишируют. То есть, а то скажут, что я вот сам йогов там укоряю тоже, что они там пытаются, совсем пренебрегают материальный мир. Нет, я имею в виду фетиш. Вот это вот почитание, поклонение материи, действительно, несуразное, да, обожествляя не в плане, что Бог всячески во всем, а наделяя ее какими-то сверхъестественными магическими свойствами. Присущими только свободной душе. А они материю этими свойствами наделяют очень часто. Вот. Плюс теми же самыми сказками, которые не имеют никакого основания объективно доказать их или показать человеку бесполезно. Вот начиная с этой же тряпочкой, что она сдерживает энергию, накопленную йогом в течение, получается, всей жизни, всей практики. Ну что такое, если я верю, что я могу потерять всю свою энергию практики, то благодаря тому, что я потеряю свой коврик. Но это же смешно. Если меня йог поправит, скажет, ну здесь не такое имелось в виду, но вот текст написан именно в таком стиле. Я его так вижу. Причем я стараюсь непредвзято. Я сейчас вам через 10 лет своего христианства стараюсь показать вам йогу, да, теми же самыми глазами, какими я смотрел на нее 10 лет назад, когда я выбирал еще из христианин. Я не потому, что я христианин по традиции, я русский, я православный, там, или еще что-то, да. Не потому, что я считаю Библию Словом Божиим и боюсь Бога, боюсь Иисуса Христа, вдруг я от нее отрекусь. Вы уж много раз говорил, если бы Иисус был неистин, я бы давно от него отрекся. Если бы я хоть что-то находил, я об этом еще с вами в первых своих проповедях, когда только встал в интернете и говорит, я всегда так спокойно говорил. Я иду даже не за бумажным Иисусом Христом, а за истиной. Да, я знаю, что Бог являлся во плоти, но даже в тех бумажках, которые дошли до нас, в которых нам это событие передают, с извращениями, с искажениями, с ошибками, я спокойно отметаю все, что не соответствует истине, по моему пусть, естественно, мнению, потому что я буду сам за себя давать отчет. И не важно, что я поверил в ложь, это никаким отмазом для меня не явится, потому что Бог будет меня судить не внешним судом, а я сам себя сужу, потому что пошел не туда и не добился того, чего должен был добиться по призыву Господню стать совершенным. С позами то же самое. Конечно же, я как христианин, я говорю, об Иисусе говорим, Иисус никаких пост не давал, вообще ничего этого не делал, не реализовывал в своей жизни и никого этому не учил. Все, для меня, конечно, сейчас, как для христианина, все понятно. Но даже тогда, как я говорю, когда я 10 лет назад все это подобное изучал, вот, естественно, это и влюбляло меня в христианство, а вот это меня отвращало от той же самой йоги. Вот эти вот все позы там, знаете, я вам всегда в своих проповедях, кто меня давно слушает, знает, всем дал этот ключик, и даю постоянно, бесплатный, свободный ключ к счастью. Любой вопрос в жизни вы откроете через призму трех природ, любви, свободы и бессмертия. Вам больше ничего в этой жизни знать не надо. Вот здесь то же самое. Вы даже на протяжении этого курса, цикла моих монологов, лекций о йоге, как христианина, сколько раз вы слышали о свободе, и будете слышать и дальше. Да, конечно, казалось бы, глядя на мир, я сам люблю приводить и более такие простые, плотские, видимые примеры, да. Тот же самый спорт, там есть упражнения, и вы мне сейчас можете сказать, или йог там, что вот это же, опытом изведанные какие-то вещи, передаваемые, они способствуют какому-то улучшению. Но это ничего не способствует. Какие-то определенные позы в йоге, вот эти вот, улучшение здоровья, вы знаете, Бог создал человека добрым, святым, светлым и здоровым. И все, что человеку нужно было, как и в современной жизни, просто понимаемый себе, целыми днями там занимался сельским хозяйством, то есть выращивал это и хозяйство. То есть жил бы обычной бытовой жизнью, там купался бы, растил растения, занимался хозяйством, ну то есть домашними делами всеми, что-то строил, что-то делал. Мое тело и так было бы всегда в порядке. Человеку просто нужна активность. Куда-то ходил, куда-то бегал бы, ездил на лошадях там. Человек и так бы был бы здоровым. Все вот эти вот придуманные егические позы, так называемые, якобы там изображающие всю Вселенную, то я Солнце, то я Луна, то я Космос, то я Дерево, то я Кошка, то я Мышка, то я все вместе. Это все... Что это такое? Во-первых, опять рабство. Я должен всему этому учиться в жизни. Все это бестолковые вещи. Когда смотришь через эти три призмы любви, свободы и бессмертия, в вечности, я хотел бы всю жизнь этим заниматься. Я хотел бы, как пишут, что это только великие, там все знают, все. Мне оно вот это вот надо? Нет. Я хотел бы вечности, быть рабом каких-то поз, должны знать там, корячиться все это, как йоги корячиться. Зачем мне все это? В бессмертии, в вечности, я бы... Когда я проецирую любой вопрос на вечность, надо... Нет, я хочу просто жить вот. Одно без другого, как видите, не может быть и перетекает. То есть, я хочу быть свободным. Я рабом становлюсь даже этих поз, этих упражнений. Я хочу просто быть счастливым, просто жить. Кому эту пользу приносит любовь? Никому. Кого делать ты счастливым? Никого. Меня? Каким образом? Поэтому со всем этим телом, со всеми этими ассанами, со всеми этими позами ты раб, причем раб вечный, никому не делая, никого не делая счастливым. Вот мое заключение как христианина об ассане. Нужна она? Какая от нее польза? Никакая. Какое мое отношение? Да негативное. Мы с вами еще дойдем до медитации. Там мы тоже все равно... Поэтому я сегодня чуть-чуть еще оставляю себе такой запасик. Потому что когда мы будем говорить о медитации, мы все равно поговорим о теле. Тоже как медитировать. Мы же будем этого вопроса касаться. Ассана, в принципе, сделана тоже для этого и для медитации. Ну и как мы видим, ассаны тоже такой спектр широкий. Поэтому я еще кое-что скажу, когда мы будем говорить о медитации. Сегодня на этом все по поводу ассаны как упражнения и положения для тела. То же самое место вот эти, да? Места силы, да? Мы с вами почитали, то ассаны может быть и местом. Вы знаете, тот, кто достигает совершенства в познании хотя бы в начале, а потом и в практике, тот уже перестает быть рабом всего этого. У него нет какого-то особого места для Бога, каких-то святых мест. У него святое место там, где свят Он. Ибо человек освещает все вокруг. Человек. Человек свят. Все остальное в природе само по себе свято. Потому что Бог всячески во всем. И все это Бог, и все это святость. И зло в этом мире могут изрегать только свободные, живые, чувствующие существа. Природа, место, воздух. Он что, может быть плохим по своей собственной воле? Нет. Это просто бытие. Это жизнь, да. Но это не чувство. Душа – это живое, чувствующее сознание. Через плоть все это ощущающее. Сама жизнь, природа, как ее называют, она, конечно же, вся живая, даже камень живой. Бог всячески во всем. Бог пульсирует. Бог – это жизнь. Но это не чувство. Надо это все-таки разграничивать. И вот эти святые места. Заметьте, чем в буддизме попахивает, они попахивают. У них все то же самое. В оконцовке они строят эти же храмы, культы поклонения, статуэтки. Тут на этом сайте вы перейдете тоже из атрибутика. И все поехало. От кукол этих до всяких веничков, свечечек и так далее. Чем вам не псевдо-христианство? Все то же самое. Как я к этому отношусь вот ко всем этим местам? Внешним вещам каким-то, да, ковриком, статуеточкам и прочим вещам. Отрицательно. К самим этим позам, да, как православные там католики, так должны, православные так, протестанты так, по стойке смирно стоять, с ноги на ногу не переминаться, да. Супер благодать. Тогда голову склонили к полу, что аж шея затекла. Но ты стоишь два, три, четыре часа, слушаешь непонятную какую-то на китайском языке русский человек якобы богослужебную песнопений, песнопень, слушаешь. Вот, правда, что пень. Вот так вот. Как я к этому отношусь? Отрицательно. Рекомендую я кому-нибудь заниматься югическим искусством, как написала Елена. Нет. Не югическим, не псевдохристианским вот таким вот искусством станьте свободными. Вы творец всего. Вы, люди, живые, чувствующие существа. Вы освещаете все вокруг себя. Вы. Не вас что-то там, место освещает, какая-то погремушка, статуеточка, венечек, водичка, свечечка, храмик какой-нибудь сляпанный из камня, дерева или солома. Нет. Вы освещаете все вокруг своей святой, любвеобильной, доброй, мирной, кроткой, смиренной жизнью. Да. Ко всем добрым существам проявляемое все это будет у вас все равно все это выходить. Вот так вот. И по поводу Асаны, ну тут я говорю вроде как вот о духовном, но Асана это не знаю, тут как мы видим все равно все сказано о плоти. А если мы сейчас попытаемся перевести в мир какое-то чего-то, что Асана подразумевается некое положение опять ума, мы с вами перейдем просто к медитации. Вот. Поэтому в принципе Асана речь идет конечно же о теле, о внешних вот этих вещах, как мы видим, то есть даже Асана тряпочка есть, да. Это мы с вами вживую увидели на сайтах, пожалуйста, причем даже на Википедии, где угодно. все это сказано. Это положение тела, это место, это ты в теле, где и что рядом с тобой. Вот как это можно описать. Имеет это значение для человека? Абсолютно никакого. Мое заключение сказал, будьте свободны, будьте счастливы, будьте такими в вечности, начиная с сегодняшнего дня, чего я вам всем от чистого сердца желаю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»